Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашей сегодняшней практической работы по дисциплине транспортной логистики является расчет транспортной работы подвижного состава. Разработчиком данной практической работы является ассистент кафедры транспортной техники и логистические системы Кукешева Алия Бакибаевна. Целью работы является углубление теоретических знаний, полученных на лекции, и формирование практических навыков по оценке объема, эффективности и стоимости работы подвижного состава. Давайте ознакомимся с порядком выполнения практической работы. Первое. Вам необходимо ознакомиться с кратким теоретическим материалом и основными условиями практической работы. Второе. Вам необходимо ознакомиться с методикой выполнения практической работы. И третье. Сделать выводы по проделанной работе. Согласно порядку выполнения практической работы, вам в первую очередь необходимо ознакомиться с кратким теоретическим материалом. Итак, транспортный процесс – это совокупность операций с грузами и транспортными средствами, в результате выполнения которых грузы изменяют свое положение в пространстве. Структура транспортного процесса включает три элемента. Это процесс погрузки, процесс перевозки и процесс разгрузки. Погрузка включает в себя подачу транспортных средств к нужному месту, организацию фронта работ, накопление, формирование и сортировку груза, а также оформление документов, сопровождающих перевозку. Перевозка грузов является основной функцией транспорта. Перевозочный процесс включает работу подвижного состава с момента подачи под погрузку и его движения с грузом до постановки под разгрузку. Разгрузка – это подача транспортного средства в зону работ, расформирование и сортировку груза, оформление документов на прибывший груз. Погрузочно-разгрузочные работы влияют на общее время производственного процесса. Эти операции наиболее сложные и трудоемкие, которые влияют на время задержки транспортного средства, а следовательно на уменьшение его производительности. Давайте ознакомимся с условиями практической работы. Автотранспортному предприятию необходимо выполнить две заявки на перевозку грузов со складов, являющихся частью транспортной сети. Пример транспортной сети представлен на экране. В ходе работы вам необходимо 1. Определить величину суммарного грузооборота. 2. Определить коэффициент статистического использования грузоподъемности для всех заявок. 3. Определить общую стоимость выполнения всех заявок. Теперь давайте перейдем к методике выполнения практической работы. В первую очередь вам необходимо перечеркнуть в тетрадь схему транспортной сети. В этой схеме вам необходимо обозначить расстояние между пунктами в соответствии с данными своего варианта. 4. Далее вам необходимо обозначить пункты погрузки и разгрузки в соответствии с данными своего варианта. 5. В конце обозначить стрелками на схеме пути перемещения автомобиля. 6. Согласно условию практической работы автотранспортному предприятию необходимо осуществить перевозку грузов по двум заявкам. 7. Согласно первой заявке мы составляем схему транспортной сети. По первой заявке автомобиль с автотранспортного предприятия, то есть пункта А, должен поехать в пункт В для того, чтобы загрузить необходимый груз. 8. После пункта В автомобиль должен добраться до пункта Г. В этом пункте он производит разгрузку грузов. 8. После этого автомобиль возвращается в исходный пункт, в пункт А, и на этом осуществляется первая заявка по перевозке грузов. 8. Согласно второй заявке автомобиль с автотранспортного предприятия, то есть пункта А, отправляется в пункт погрузки Д. В этом пункте он загружается необходимыми грузами и после этого отправляется в пункт В. В пункте В осуществляется разгрузка грузов автомобиля. 9. Далее автомобиль возвращается в исходный пункт, то есть пункт А. На этом осуществляется перевозка грузов по второй заявке. Также следует отметить нулевые рабочие и холостые пробеги в транспортных сетях. По первой заявке нулевой пробег будет считаться расстоянием от пункта А к пункту В. Далее рабочим пробегом будет считаться расстоянием от пункта В к пункту Г. И холостой пробег будет считаться расстоянием от пункта Г до пункта А. По второй заявке нулевым пробегом будет считаться пройденное расстояние от пункта А до пункта Д. Рабочим пробегом будет считаться пройденное расстояние от пункта Д до пункта В. И холостым пробегом будет считаться пройденное расстояние автомобиля от пункта В до пункта А. Здесь вы видите таблицу с исходными данными, которые будут использованы для дальнейших расчетов. Такую таблицу вы можете найти в методических указаниях для практических работ. И каждый студент согласно своему варианту выбирает таблицу с исходными данными. Далее вам необходимо определить количество ездок, необходимых для каждой из заявок. Количество ездок вы определяете по этой формуле, которая представлена на вашем экране. После того, как вы нашли значение количества ездок, вы переходите к определению значения грузооборота. Значение грузооборота вы определяете с помощью следующей формулы, которая представлена на экране. В этой формуле большая Q означает объем перевозимого груза. LR означает рабочий пробег автомобиля. Данный пробег автомобиля следует определять с учетом количества ездок, которые вы определили заранее. Далее вам необходимо будет определить два коэффициента. Это коэффициент статического использования грузоподъемности и коэффициент динамического использования грузоподъемности. Для того, чтобы определить коэффициент статического использования грузоподъемности, вам необходимо будет использовать эту формулу, которая представлена на экране. Для того, чтобы определить коэффициент статического использования, вам понадобится значение объема груза, значение грузоподъемности и количество ездок. Далее вы определяете коэффициент динамического использования грузоподъемности по следующей формуле, которая представлена на экране. Для определения значения грузоподъемности вам понадобится значение грузооборота, грузоподъемности и рабочего пробега. Далее вам необходимо будет определить стоимость выполнения каждой из двух заявок по следующей формуле, которая представлена на экране. Это ST равно T умноженное на P. T означает тариф на перевозку груза. Значение тарифа представлено в таблице с исходными данными. После этого вам необходимо определить суммарную стоимость выполнения всех заявок. Для этого вы складываете значение стоимости по двум заявкам и таким образом определяете суммарную стоимость. После этого вам необходимо записать все результаты расчетов в вашей тетради. В заключении вам необходимо на основе произведенных расчетов сформулировать письменные выводы о том, по какой заявке была проделана наибольшая транспортная работа и насколько эффективно были осуществлены грузоперевозки в целом. На этом мы завершаем обзор на данную практическую работу. Сейчас вы можете приступать к ее решению. Спасибо за внимание. До свидания.